Приветствую вас. Я думаю, что речь идёт про чувство вины. Конечно, я могу ошибаться, может быть, это какое-то ещё другое чувство вас возникает. Мне кажется, что именно основное, про что вы говорите, это именно чувство вины. Это именно чувство вины. Такое вот ощущение чувства вины. Что вы виноваты, если не придёте, если не оправдаете ожидания своей подруги. Вот что, собственно, будет, если вы не оправдаете, а её ожидания не очень понятны. Ну да, она может уйти, безусловно. Да, она может больше с вами не общаться, безусловно. Это правда. Это абсолютная правда. Но дальше-то что? Что дальше-то? Вот это вопрос, на который, как мне кажется, вам нужно ответить. Опять, в первую очередь, самой себе, наверное. Если это чувство вины, то что оно значит? И если это вот как раз какая-то обязанность, да, если это вот какая-то привязанность к подруге. То, что это? Что это за чувство такое? Мне кажется, что надо вам на это обратить своё внимание. А дальше уже будет, наверное, понятно. Потому что вот, когда вы говорите, что на меня это давит, это про некоторую несвободу. Про некоторую несвободу именно извне. Про некоторую несвободу именно вот, ну, в том числе, ну, не из-за прям подруги. Я бы сказал, что, наверное, так было бы несколько некорректно и нечестно выражаться. Но вы сами, как мне кажется, изначально уже, кто-то готовы, что ли, к тому, что будем чувствовать себя виноваты. А положить бы вынуждены отказать другим людям. Вот. Но в данном случае подруги. То есть вам сложно отказать. Ну, мне кажется, что одним из ключевых моментов здесь как раз таки является вот исследование этого чувства, что тяжело вам отказать. Отказать кому-то. Что боитесь вы. Что не хотите вы. Что опасаетесь вы. И так далее. Что опас может быть много. Но вот на это вам нужно обратить, как мне кажется, свое внимание. Чем лучше, чем качественнее вы это сделаете, тем больше будет шанс, шанс того, что вы сможете для себя эту ситуацию разобрать. И разобрать так, что больше подобное не повторится. Не факт, что не повторится никогда. Да. Совсем не факт. Но то, что не повторится, не будет, точнее, повторяться так часто, так часто, это совершенно точно. Вот надеюсь, что у меня получилось вам ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, у меня получилось ответить вам на тот запрос, который вы озвучили. Хотя, вы, на мой взгляд, на мой взгляд, как такового, вопрос-то даже не озвучили. То есть, ну, у вас есть просто, вот, определенная ситуация, которую вы описывали еще. То есть, вообще говоря, это для работы, именно, этого мало. Вот. Ну, то есть, именно, вот, если мы говорим про психологическую работу, если мы говорим про консультацию, например, да, этого мало. Этого, ну, этого недостаточно. И, я вот не знаю, с чем это связано. Связано ли это с тем, что вы просто не подумали, или связано это, может быть, с чем-то другим. Например, с тем, что вы изначально не хотите несколько лучше в этом распространении. Разбираться. Понимаете? Однозначно сказать, что это сложно, да и, наверное, сейчас не нужно, но вот, просто, просто подумайте, пожалуйста, об этом. Да, у подруги есть, очевидно, свои цели, у подруги, очевидно, есть свой какой-то мотив, у подруги, очевидно, есть свои, ну, какие-то представления, да. Подруги нужно, чтобы вы пришли, это не запрещено, это, как бы, абсолютно нормально, вот, но, конечно, то, что она вас не слышит, это грустно, это печально, это больно. Вот, не может быть это, не может быть это, да, вот, не грустно, не грустно, не впечатленно быть, вот, поэтому, конечно, вас здесь можно понять, конечно. Вот, но я бы сказал, что это следствие, это результат того, что вы не можете отказывать людям, это результат того, что вам сложно это делать, вот. И мне кажется, что это могло бы, могло бы, могло бы стать неплохим таким началом для работы над собой, вашей, вашей работы над собой. Но я не знаю, опять же, я не знаю, с чего вы хотите, вот это, такой, ключевой момент, я не знаю, если хотите просто, там, какую-то информацию, к примеру, для размышления, ну, скорее всего, вам этого будет мало. Скорее всего, потому что просто информация, ну, она мало кому помогает, просто информация, просто информация, вот. Вот, а если реальной помощи хотите, то, ну, да, нужно, нужно здесь работать, нужно работать, нужно, как мне кажется, вот, выяснять эту, выяснять эту историю, вот, и смотреть, исследовать. То, как, например, вы выстраиваете отношения, потому что, ну, говорит, говорит, например, о том, что только с подругой у вас такая ситуация. Ну, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, наверное, не стал, вот, мне кажется, что не только с подругой, вот, такая история, мне кажется, что у вас похожая история, может быть, и с другими людьми, вот. Как-то так, я думаю. Можно вам ответить на вопросы, которые вы задаете. На этом, в принципе, всё, пожалуй. Я думаю, что на этом можно закончить. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно, надеюсь, что вам это было, надеюсь, что эта пища для размышления вам какую-то даст, вот, и, соответственно, вы уже сможете решить для себя дальше, что вам делать. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет самым лучшим образом разрешена. уравляю тебя 뿐, это ведь решила! Quindi у друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну я желаю вам